Перелле придумал, как превратить деталь часов в вечный источник движения, а его последователи, как превратить ее в вечный источник эмоций. Простите меня, фанаты техники. Этот ролик я хотел начать с рассказа об истории и конструкции часов Перелле, но не смог. Ну какая тут техника история, если часы просто классные? Если их просто хочется крутить в руках? Крутите смотреть, как крутится вот эта турбина над циферблатом. Хотя нет, а лучше вот эта. Конечно, про сертификат, который круче Коск, я все же расскажу. Но это турбина. Или эта. Какая круче? Похоже, будем решать по ходу. Насчет стандарта, что круче Коск, я не шучу. Расскажу и про него, и про Перелле. Того, который успел побывать придворным часовщиком аж пяти французских королей. Крутился мужик, что это турбина. Повод для разговора о покрученных часах опять дали ребята из бутика 316 Watch. Это официальный дилер Перелле и многих других люксовых брендов. В Болгаре, Зенит, Корум, Гранд Сейка. А помимо этого 316 Watch занимается категорией Приовнат Watch. В обзоре будут шесть новых часов и двое имевших владельца. Друзья, здравствуйте. С вами Вячеслав Медведев. История технического совершенства, мануфактурность. Классно, когда они есть в часах. В часах из сегодняшнего обзора все есть. Но ни этого не главное. Главная особенность часов в Перелле это дизайн. Точнее, сочетание идеи дизайна и техники. Когда чисто техническое решение, придуманное для улучшения характеристик часов, превратилось в их фишку. Фишку, от которой очень непросто оторвать взгляд. А потому всякие истории, механизмы и где их делают, оставлю на попозже. Раз уж попал в руки такой спиннер, займем руки. Начну с двух отчасти похожих моделей. Условно названных Радуга и Паранойя. Похожи они по цвету и дизайну корпуса. И по шокирующему впечатлению, которое оказывают на окружающих. Особенно на тех, кто впервые видит часы Турбина от Перелле. Рейнбоу, Радуга. Вы видели 12-цветную Радугу? Любуйтесь. Каждый из 12-часовых отметок имеет здесь свой собственный оттенок. А внутри черного-черного корпуса, под черными-черными лопастями турбины, на черном-черном небе расположились звезды, светящиеся радужным спектром. Шевельнее рукой, и звездное небо приходит движение. Точнее, приходит движение турбины из 12 тончайших алюминиевых лепестков. 44-миллиметровый корпус выполнен из черного карбона и дополнен черным ремешком. Иногда карбоновые часы получаются непривычно легкими, похожими на пластмассу. Не знаю, в силу каких ухищрений, с этими Перелле такого не произошло. Корпус очень приятен. Часы дают ровно те ощущения, которые хочешь от них получить. Не тяжелые, но и не легкие. Теплые, крупные, заметные. Но благодаря интегрированному ремешку на руке сидят как влитые. Присмотритесь к головке. Ее форма чем-то напоминает сам корпус. Ремешок комбинированный. На каучуковой основе вставка из тисненной под крокодила телячьей кожи. Похоже, кожа имеет какую-то особую обработку. По ощущениям, служить должна. Вечно. Ремешок дополнен застежкой-бабочкой. На задней крышке номер в лимитированной серии. 45 из 50. О механизме P331, которому укомплектованы все турбины, мы еще поговорим. Здесь отмечу необычный декор механизма. Жемчужное зернение. Вторую модель в компании назвали паранойя. Почему? Мне объяснить так и не сумели. Напишите вашу версию. Но это часы-шок. Здесь на лопастях турбины люминофором нанесена спираль. И при движениях руки мы видим не просто вращение турбины, а бесконечную расширяющуюся спиральную вселенную. Но это если шевельнуть рукой в одну сторону. А если в другую, наша вселенная начнет сходиться к центральной точке. Как к черной дыре. А еще может получиться вот такое сердцебиение. Говорят, если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят. Не знаю, следит ли кто за мной. Но кажется, что за турбиной этих часов в переле можно следить бесконечно. А в темноте на руке как будто поселяется какое-то мистическое существо. При внешнем сходстве с радугой часы совершенно другие. Корпус относится к категории XL 48 мм и сделан из стали. В него также интегрирован каучуковый ремешок с обычной пряжкой. Ну, почти обычный. Разумеется, с собственного дизайна переле. Часы получились поувесистее радуги. Но все равно комфортными. Вы обратили внимание на фирменные дизайнерские решения переле? Сужающийся корпус каннелюрами, утопленную в него заводную головку и встроенную в нее скобу ключ. Для удобства завода. Мне кажется, большой размер создатели взяли специально, чтобы усилить гипнотический эффект, который мы видим под стеклом. Кстати, стекла у всех часов переле сапфировые, с двойным антибликом. А в коллекции Турбина компания пошла на не самое распространенное решение. Логотип бренда размещен на внутренней поверхности стекла. Серия моделей Турбина – продолжение идеи двух роторных часов переле, в которых вместо одного сектора автоподзавода использовалось сразу два. Один обычный, второй со стороны циферблата. Компания решила вынести вращающийся элемент на циферблат, чтобы обозначить заслуги Аврама Луи переле в изобретении автоподзавода. Переле-старший – один из самых известных часовщиков всех времен и народов. Современник Бреге, с которым они были тезками по имени. В 1777 году он создал часы, главную пружину которых взводилась за счет качания большого груза. Среди других достижений Аврама Луи нужно упомянуть дуплексный цилиндрический спуск, уравнение времени и внука – Луи Фредерико Переле. За три года до смерти деда на универсальной выставке в Париже 1823 года внучок показал астрономические часы. Чудесная вещица так поразила Людовика XVIII, что тот произвел его в придворные часовщики. В то время короли во Франции менялись чаще, чем генсеки в позднем СССР. И Луи Фредерик официально успел побыть часовщиком у трех из них. Помимо Людовика, у Карла X и Луи Филиппа. Официально, потому что еще двое королей банально не успевали оформить бумаги. Историки говорят, что Людовик XIX правил всего 20 минут. Часы, чьего производство отмеряли рекордную 20-минутку, историки молчат. Новая жизнь древнего имени началась в 1995-м, когда на свет появились часы Диплетос. Первая модель с двойным ротором. На циферблате был размещен еще один сектор, который был призван подчеркнуть приоритет бренда в создании автоподзавода. Причем этот сектор был функциональным. Он тоже вносил вклад в завод главной пружины. Не думаю, что вклад был значимым с точки зрения физики. Сектор маловат. Но с точки зрения маркетинга это был просто взрыв. Превратить чисто техническую деталь в особенность часов в украшения. У нас в обзоре две подобные модели. Вот такие 40-миллиметровые Переле Дабл Ротор сейчас уже не выпускаются. Часы в прекрасном состоянии я нашел в зале Приовнат в ботике 316 Watch. Мне они показались уникальным вариантом необычных люксовых часов в бюджете до 3000 долларов. Классика, которая заставляет учащенно биться сердце любителя механики. На передний план на циферблат вынесен небольшой сектор автоподзавода. Младший брат того, что работает со стороны задней крышки. Символ механической сущности часов. И символ истории бренда Переле, изобретателя автоподзавода. Игрушка? Не совсем. Калибры P181 это A2892, которым на фабрике Sopro добавили еще один сектор. Функциональный. Да и вообще, в часах Переле ничто не похоже на игрушку. Посмотрите на декор механизма. И на такую мелочь, как застежка браслета. Бабочка, но и она здесь не совсем обычная. Зернение даже во внутренних плоскостях. 316 Watch официальный дилер Переле. Но помимо новых часов, здесь есть продажи и те, у которых уже был владелец. Бутик, как официальный дилер, проверяет часы на оригинальность, обслуживает и дает гарантию. На эти часы 2 года. Как на новые. В современной коллекции Переле двухроторные модели сосредоточены в линейке First Class. Думаю, название в переводе не нуждается. И, пожалуй, самый яркий представитель механики – скелетон. Внутри 42-мм корпуса, собственный калибр Переле P481. Частота 28800. Запас хода 42 часа. Он создавался как механизм с открытым балансом, а в данном исполнении еще и скелетонизирован. Классика с ярким механическим характером. Из центра рубиного подшипника, на котором вращается сектор автоподзавода, растут синие каленые стрелки-листья. Сектор вырос в размерах почти вдвое. И при движении женевские волны отливают игрой света. Под ним – почти прозрачная платина с очень тонким зернением. Вокруг сектора – черное кольцо, на котором разместились тонкие индексы. Такие бы часы да за 100 тысяч рублей, наверняка напишет кто-то. Увы, часы Переле стоят несколько дороже. Почему? Дело не только в механизме. Взгляните на корпус часов в профиль. Он сужается к низу. При этом состоит из множества колонн. Каждая из них обрабатывается отдельно. Кстати, высота корпуса 10,7 мм. При наличии, считай, двух механизмов автоподзавода. Я люблю присматриваться к мелочам. Здесь кольцо циферблата и не матовое, и не избитые сегодня солнечные лучи. У Переле – гравировка гелише собственного рисунка, созданного для Переле. Как и все без исключения элементы этих часов. От головки до уникального переднего сектора. В отличие от этих моделей, лопасти в коллекции турбина не имеют функционального значения. Турбина здесь деталь чисто декоративная. Что, на мой взгляд, нисколько не умаляет интереса к механизму, который стоит внутри большинства этих часов. Калибр P331. Компания называет его «инхаус». То есть свой, домашний, но не мануфактурный. Потому что его производит не сама Переле, а сестринская Сапрот. Просмотреть механизм можно через заднюю крышку часов. Во всех моделях турбина она не просто прозрачная, а сделана из сапфира. Как, например, в этом дайвере. При прозрачной крышке водонепроницаемость 300 метров. Не похоже на привычные дайверы? Согласен. А что в Переле вообще похоже на обычные часы? Всю центральную часть занимает огромная синебелая турбина. Только здесь ее лопасти уже не прямые, а изогнутые. Компании говорят, что их форма повторяет форму винта подводной лодки. Хотя накладные цифры 30, 40, 50 прекрасно видны, эти дайверы точно не прочитаемость. Иногда кажется, что от игры волн может начаться морская болезнь. Настолько сносит голову. Традиционный рант уехал под стекло. Чтобы настроить его положение, нужно выкрутить головку на 10 часах. Она снабжена бело-красной меткой. А после не забыть завернуть обратно. Чтобы обеспечить герметичность корпусу, похожему на батискав. Матированная сталь с элементами полировки 47 мм в диаметре 15,5 высоту. Сапфир двойной антиблик. На мою руку, конечно, великовата. С другой стороны, ощущаешь силу. С обратной стороны матовая сталь корпуса хорошо гармонирует с матированными мостами калибра P331. Это модификация Сапродовского А10, который когда-то создавался как альтернатива ЭТА 2892, что используется во многих престижных швейцарских часах. Диаметр 26 мм, высота 3,6 мм. Двунаправленный механизм автоподзавода, запас хода 42 часа. На мосту мы видим надпись «Отрегулировано в шести положениях». Так сейчас регулируются все часы Переле. Ультраточной настройке помогает регулятор длины спирали с винтом-эксцентриком. В 2004 Переле вошла в группу Fistina. Возможно, вы смотрели наши ролики про эту компанию. Fistina – вертикально интегрированная группа. Она базируется в Испании, но имеет несколько производств в Швейцарии. В том числе Сапрод – один из известнейших производителей механизмов. Группа – одна из немногих, кто самостоятельно производит не только механизмы, а и спирали баланса, сами балансы, детали спуска. В ролике «Вся правда о спирали» я рассказывал о компании MSI из Мурье. Вот они-то с Сапродом и выпускают для Переле механизмы. Формально калибр P331 действительно нельзя считать полностью мануфактурным, сделанным в стенах Переле. Но он производится эксклюзивно для Переле и производится родственными компаниями. То есть название собственной абсолютно верное. В описании следующих часов указан калибр P401 – автоподзавод с функцией второго часового пояса. Но если мы посмотрим на часы сзади, увидим точно такую же картину. Матированные мосты – скелетонированный брендовый сектор автоподзавода. То есть все та же база. Но на циферблате добавилась еще одна стрелка. Она делает оборот за 24 часа. Она дополнена 24-часовой шкалой по контуру циферблата. И есть желающие посчитать число лопастей на этой турбине. Я не справился. Вроде бы все часы похожи, но в разных моделях компания указывает то 10 лопастей, как здесь, то 12, то играет с их формами. Здесь синие лопасти, а под ними карта планеты. Рельефная. Сумеете рассмотреть сквозь движение лопастей. Часовая разметка нанесена на стекле поверх турбины. Переле турбина GMT очень похоже на дайвер, но меньше габаритами. Всего 44 мм и чуть больше 13 в высоту. Опять. Матированный стальной корпус колоннами, сужающийся к низу. Утопленная заводная головка с ключом. Интегрированный каучуковый ремешок с фирменной пряжкой. Только крепление ремешка корпуса имеет три лапки. Он с корпусом. Одно целое. Читаемость. Если присмотреться, в целом все различимо. Но эти часы точно не про время. В ответ на вопрос, который час, владелец скорее продемонстрирует часы. Предложит вопрошающему самому что-либо рассмотреть. А заодно полюбоваться уникальной машиной. И очень может быть спрашивающий вообще забудет про время. Позавидует. Хотя позавидовать можно и точности часов Переле. На механизме мы опять видим надпись. Отрегулирована в тепле и холоде в шести положениях. Помимо сертификата КОСК, почти все часы Переле имеют еще один, более крутой сертификат. Хронофьябл. Его выдает лаборатория Дюбуа. И этот сертификат считается одним из самых жестких в отрасли. Если КОСК это просто проверка на точность, причем проверка голого механизма, то Хронофьябл комплексное подтверждение качества часов в целом. Оно включает имитацию старения деталей, проверку противоударности, работы при температуре от 0 до 55 градусов, функционирование головки и кнопок хронографа. Но сегодняшний ролик про красоту. И для нас важно, что сертификат включает требования к декорированию деталей механизма и к происхождению часов. Все производственные операции должны быть проведены только на территории Швейцарии. Из-за наземного допускается лишь металл. Хотя иногда и наземными, если не инопланетными, выглядят сами часы Переле. Я каждый раз удивляюсь, какие новые способы обыграть турбину находит компания. И, кстати, про игры. Вы играете в покер? Так называется вот эта модель. На столе под турбиной разложена колода карт. Какие именно выпадут вам на раздаче? Хороший повод погадать. Пощекотать нервы. И подумать о зигзагах судьбы, пока крутится турбина. 44 мм. Сталька учук. Сапфир со всех сторон. Иногда хочется остановить турбину. Посмотреть, что же там на раздаче. Увы, ни жизнь, ни часы Переле не остановишь. Весь тираж покера давно распродан. Но, похоже, кому-то выпала счастливая карта. Этот экземпляр я также нашел в разделе Приовнут в бутике 316 вочек. Этот бутик один из первых в России, кто стал работать по технологии Certified Приовнут. Это означает больше, чем просто продажи часов, в которых уже был хозяин. 316 вочек является официальным дилером бренда Переле. И когда бутик берет часы на продажу, он проверяет аутентичность, техническое состояние, при необходимости самостоятельно обслуживает часы. И только после этого продает. В результате новый владелец получает гарантированно настоящие часы от официального партнера бренда со всеми юридическими и техническими гарантиями. Например, гарантия на Переле Турбина Покер составляет 2 года. По сути, как на новые часы. До сих пор я показывал исключительно мужские модели. А сейчас открою тайну. Часы Переле среди женщин популярны как бы не больше, чем среди мужчин. И это неудивительно. В коллекции нет миниатюрных изящных часиков. Зато здесь есть вот такие. С цветком, который буквально летает по циферблату. Вряд ли владелица будет задумываться о том, что летать его заставляет сила земного притяжения. Да это и лишнее. Главное, чтобы этот ваш подарок притягивал взгляды к ней. Ну и ее саму к вам. Эти часы еще один вариант обыграть турбину. Здесь под лопастями разместились не разноцветные звезды, как в первых часах из этого ролика. А драгоценные камни, которые при вращении турбины создают совершенно непередаваемый эффект. Как будто внутри часов кто-то включил бриллиантовый стробоскоп. Коллекция турбина появилась у Переле в 2009 году. И с тех пор не в честь вариантов, как они обыграли эту идею. Когда-то давно Аврам Луи Переле придумал автоподзавод, чтобы часы могли вечно ходить. Его последователи придумали, как сделать часы, которые будут вечно дарить эмоции. Как вы думаете, чье изобретение круче? В часах Переле меня удивляет одно, что их популярность сильно меньше той, что они заслуживают. В них есть все, что ценится в часах. История, техническое совершенство механизма, мануфактурность, сложные решения в дизайне. И есть фишка, выделяющая их среди всех остальных. Сочетание идеи, дизайна и техники. Чисто техническое решение, придуманное для улучшения характеристик часов, превратилось здесь в фишку. В игрушку, которая заставляет обращать внимание на эти часы. Разумеется, если вы мечтаете о Rolex или Omega, на Переле можно пооблизываться, но стоит пройти мимо. Безумие носить их на каждый день. Там даже водонепроницаемость у большинства моделей всего 50 метров. А если ищите что-то под настроение, что-то заводное, чтобы вас заметили. Ну или наоборот, если у вас паранойя. В любом случае, подписывайтесь на нас на всех платформах. YouTube, БК, Telegram, Яндекс.Дзен. Впереди еще много интересного. Из мира прекрасных точных механизмов и сумасшедших вещей, вокруг которых и крутится наша жизнь. До новых встреч, друзья!